Первый день в этот магазин я просто не попала. Здесь пуговка есть, такая внутренняя, она на меня не застёгивается буквально на сантиметр. Но я хочу попробовать, знаете, такой чисто домашний вариант для того, чтобы экономить на тампонах и прокладках. Пронесла её домой, мне сказали, Вера, что за жизнь ты купила? Ну, мне нравится такое. И фиг бы ты с ними, зато у меня есть классные шмотки, задёшево. Всем привет, мои дорогие! Вы находитесь на канале Верка17. И сегодня я хочу поделиться с вами своими покупочками из магазина Золотой. Яблоко из магазина Монки. Я не знаю, как правильно он считается. Он покинул нашу страну, и больше этого магазина нету. Вот я закупилась на спорта, стояла в огромнейшей очереди. Сейчас здесь будет фотография. Да, вот такую очередь. Мне пришлось настоять, чтобы попасть в этот магазин. И эта очередь была на второй день, потому что в первый день в этот магазин я просто не попала. Но те цены, которые там были, в принципе, они, между прочим, даже чуть-чуть дороже, чем в H&M. В принципе, цены хорошие, вещи хорошие. Я, в принципе, довольна тем, что я купила. Поэтому я ни о чём не жалею, ни о той очереди, о которой я отстояла, ни о чём. Ну, то, что они ушли, ну, и фиг бы ты с ними. Зато у меня есть классные шмотки, задёшево. Потому что магазин, в принципе, дорогой. Если брать ни по скидкам, ни по акциям, ни по 70% распродаже. Между прочим, там 70%, понимаете? 70. И это всё равно 70% выше, дороже, чем H&M со скидками в 50%. Да ладно! Ну и золотое яблоко. Давайте мы начнём, наверное, с золотого яблока. Блин, здесь H&M. Да, и первое, что мне попалось, это коврик для очистки кистей из магазина H&M. Я не знаю, что он здесь делает, потому что H&M, как бы, ну, я уже сняла. И, видимо, про него забыла. Вот такой вот коврик на присосках. Хороший, классный. Не знаю, как я могу про него забыть, но как-то я про него, знаете ли, забыла. И как же я вам его не покажу. Я честный блогер, поэтому я вам показываю, что я его действительно купила. Просто я про него забыла. Вот он вышел в другом видеоролике. Теперь вы знаете, что в H&M я купила ещё и его. Итак, смотрим, что я купилась в золотом яблоке. В золотом яблоке я купила вот такой вот гель для душа. Он пахнет просто бомбически. Вот он запахом дыни. И он этой дыней пахнет просто безумно сильно. То есть у него такой сильный аромат дыни. Прям вообще. Вот. Здесь 750 мл. И эти 750 мл стоили всего лишь 300 рублей. Это прям вообще пушка цена. Следующая моя покупочка в магазине Золотое яблоко. Это вот такая палетка теней от Revolution. Здесь нарисован вот такой вот пупкорн. Я так поняла, что пупкорн сейчас в тренде в этом году. И так что у меня есть трендовая палеточка, между прочим. Потому что сейчас очень много всяких вкусов со вкусом пупкорна. Знаете ли, везде и в фастфуде, и везде. Это очень странно. Вот такие есть прикольные цвета. Мне они очень понравились. Очень красивые. Мне в основном нужны были зеленые. Вот в основном ради зеленых цветов я ее взяла. Потому что у меня очень мало палеток с зелеными цветами. В последнее время мне что-то хочется чего-нибудь зелененького. Очень красивое зеркало. Мне прям нравится себя смотреть на него. Такое четкое, такое качественное. Вообще никогда в жизни не идет такое качественное зеркало. Ну и, собственно, вот такие вот цвета. Вот. Зелененькие, разные, да. В основном я взяла из-за зеленого. Потому что зеленые цвета, они как бы самые интересные по мне. Потому что у меня их очень мало. И также я взяла вот такую классическую палетку от Revolution, без каких-либо узоров, без каких-либо картинок, здесь с прозрачной крышечкой и вполне с классическими цветами, ничем не примечательными, просто обычные цвета, которые базовые. Вот, прикольная палетка, вот такие вот красивые обычные цвета, и нет, что очень тяжело открывается. Цвета вполне базовые на каждый день, Revolution держится на глазах хорошо, с этим косметикой очень хорошо ходить. Она хорошо носится в течение дня, не сползает ничего, очень хорошо сидит на лице, и ничего с ней не случается. Ну, я им беру, там, экстремальный какой-нибудь спортзал и так далее, в обычной нормальной жизни она смотрится просто идеально. Ну, собственно, на этом мои покупки золотого яблока окончены, и мы переходим к магазину Monkey. Первое, что у меня есть, это вот такой вот чех, покороче, чем в H&M, да, а сумма примерно такая же, между прочим. Мне надавали кучу вешалок, прям вещи заворачивали с вешалками, они сказали, что они им не нужны, им дали приказ сверху, чтобы они всем клали вешалки. Там я купила вот такую шапочку, я ее купила, не знаю, себе или мужу, в принципе, я взяла ее мужу, но, может быть, я оставлю ее себе. Напишите в комментарии, идет она мне или нет. Вот, если она мне идет, я оставлю ее себе, если она мне не идет, то я ее отдам мужу, потому что у него с шапочками так, ну, не очень дела обстоят, у него мало шапок, у меня шапок много, поэтому решите, пожалуйста, вы, я ее буду носить или мой муж. Но я думаю, все-таки, наверное, мужу, мне очень понравилось, знаете, она на ощупь, она очень приятная, такая прям, так сильно хорошо ощущается, да, и приятно ее трогать. Поэтому я решила ее взять, ну, и стоила она, что-то там, 300 рублей, да, она стоила. Следующее, что я купила, менструальную чашу, я решила затестить, мне всегда было интересно ее попробовать, и так как здесь она стоила дешево, из-за того, что на нее скидка 70%, то я имею возможность попробовать. Я могла бы, конечно, сказать с Алика, возможно, за те же деньги, возможно бы даже и дешевле, но с Аликой не уверена в качестве, все-таки с магазина, где она стоила до акции 1700 рублей, вот за 1600 рублей, мне кажется, она должна быть качественная. С Аликой, конечно, можно было бы за те же деньги. Выглядит она вот так, здесь есть несколько дырочек, вот она идет на две капельки, у них были продажи на одну капельку и на две. Я не знаю, сколько она будет себя вмещать, как часто ее использовать, точнее, как часто ее выливать и так далее, но я хочу попробовать, знаете, такой чисто домашний вариант для того, чтобы экономить на тампонах и прокладках. Потому что в последнее время сейчас тампонные прокладки стоят каких-то безумных, немыслимых денег, и вот мне кажется, пора приходить к тому, что вот переходить на всякие такие вот вещи. Вот, и к ней шел вот такой красивый мешочек в комплекте, чтобы ее в нем хранить. Наверное, сразу ее в него положим, пусть она в нем лежит. Итак, ребята, я обещала с вами поделиться опытом использования менструальной чаши из магазина Монки. Я сказала, что я за тысячу вам расскажу типа о ее эффекте. Ну, во-первых, почему я решила ее купить, потому что в магазине Монки, вы сами знаете, что была 70% распродажа на все. И я решила, что, ну, как бы, ну, это неплохое приобретение за свои деньги, потому что давно хотела попробовать. Это очень большая экономия на прокладках и тампонах. Вот, там написано, что нужно менять ее каждые два часа. Вот, и поэтому я решила, что использовать ее в основные дни я не буду, а буду использовать ее в конце этих дней, когда уже будут не очень сильно течь, да. Вот, и, собственно, тогда я это тестила. Я попробовала в четвертый день и накопилось примерно, ну, вот столько вот где-то, вот по эту полосочку. Натекло за целый день и целую ночь четвертого дня. Вот, дальше, что я хочу сказать. У меня возникла проблема, ну, как ее вставить, у меня не возникла проблема, потому что она оставляется вот так. Ну, это очевидно всем, да. Вот, я боялась, что она будет выпадать, потому что она какая-то супер-пупер малюсенькая. Ну, естественно, она не выпадала, слава богу, все нормально. Единственное, что вот этот хвостик вечно ездил по губам малым и мешался. Не очень было иногда приятно, но это не всегда оставляло дискомфорт, только в исключительный момент, там, когда сидишь, только вот, когда только села или когда только встал, вот те моменты. Интакт, это, в принципе, было нормально, она не мешалась. Вот, возможно, даже мне не очень глубоко, если у меня было бы достаточно глубоко, то, возможно, этих проблем бы не возникло. Вот, у меня возникла проблема, собственно, как ее вытащить. Я не пришлось это гуглить, потому что, ну, это было неочевидно, я, типа, тянула за хвостик. В гугле написано, что за хвостик тянуть нельзя, он может оторваться. Типа, для того, чтобы вытащить, нужно ее вот так вот сдавить, и тогда она легко вылезает. Да, это действительно сработало, и все нормально. В общем, что хочу сказать по поводу использования. Ну, да, это, типа, классно, то есть, она не протекла на четвертый день, за целый день и целую ночь носки, накопилось вот столько вот. То есть, даже сама, ну, вы понимаете, короче, да, не касалась крови, то есть, вообще, ну, нормально. То есть, никак это не портило гигиену и так далее. Вот, сейчас я ее достала и, как бы, помыла специальным гелем для интимной гигиены. Так написано, что лучше мыть им, а не просто мылом. Ну, вот, и сейчас, наверное, я помоюсь и снова вставлю, и вот будет такая вот экономия на прокладках и тампонах. По-моему, неплохое приобретение, купила я, по-моему, за 200 чем-то рублей. Ну, учитывая то, что столько стоит пачка, а ее хватит на большое-большое количество времени, то это очень хорошее приобретение, поэтому, в принципе, я могу эту штуковину рекомендовать. Ну, единственное, что вот, начало я не знаю, потому что начало я не использую. Обычно там лежу, помираю, блин, обкалываюсь обейсболками, и мне абсолютно нет того, чтобы тестировать всякие вот такие штуки. Да и, наверное, она очень быстро будет заканчиваться в первые дни, поэтому уже первые два дня по классике, а потом уже можно, наверное, вот такими штуками пользоваться. Это, думаю, хорошая экономия бюджета получится. Так что, в принципе, я рекомендую. Следующее, что я заказала, это вот... Ой, заказала. Я так часто заказываю, что я уже все заказала. Следующее, что я купила, это вот такие вот трусишки. Они, как бы, ну, не совсем стринги, типа стринги, но не стринги. Ну, прикольные тоже стоили дешево, я решила взять. У меня очень мало розовых, а вот мне хотелось, чтобы у меня были еще одни розовые. И вот так вот смотрятся эти трусишки. Скидки неплохо, в принципе, симпатично, в принципе, мне нравятся. Далее я купила вот такие вот джинсы. Нормальные, хорошие. Тысяча рублей до применения скидки. Значит, 300 рублей по скидке они стоили. Ну, нормальные джинсы. Итак, ребята, черные штаны. У них супер высокая талия, мне это очень сильно нравится. Они супер сильно тянутся. Это мне тоже очень нравится, потому что, знаете, я то жирею, то худею. У меня вот такое вот нестабильное состояние. Вот. Их минус главный в том, что они, видите, короткие. Вот. Я не люблю, когда короткие, я люблю, когда все-таки длинно. И дальше они вот тоже сборятся на попе, здесь вот. Ну, как видите, на чём на штанах это плохо заметно. Ну, это не так сильно бросается в глаза. Так, в принципе, они сидят, в общем, неплохо. Да, я в них выгляжу тоже жирновато. Но просто у меня вот уже наросли жирные уши. Ну, это от возраста. Я ничего не могу поделать. Я пытаюсь с ним бороться, но с ним уже нереально бороться. Ну, так, в принципе, штаны смотрятся неплохо. Да, ну, за 300 рублей вообще отлично. Ну, короче, штанами этими тоже, в принципе, довольно. Но менее, чем синими. Сидят, в принципе, тоже неплохо. Я, кстати, скажу вам, я ничего не мерила. Вообще ничего. Потому что очередь, которая стояла на входе, она в два раза меньше, чем очередь, которая стоит внутри магазинов примерочной. Поэтому я брала только те вещи, в которые я была уверена, что я, скорее всего, влезу. И, соответственно, я не стояла в той ужасной очереди, потому что это было немыслимо. Я так несколько часов простояла в очереди на вход. Вот, еще купила такие джинсы. Они уже из плотной ткани. 28 размер. Тоже 300 рублей они стоят со всеми акциями и скидками. Они стоили 1000 рублей по красной цене. И до красной цены они стоили 3000 рублей. Представляете? Кстати, джинсы были 3000 рублей, я купила за 300. Нормальная скидка такая, да? Итак, ребята, джинсы из плотной ткани сидят очень хорошо. Смотрите, и сзади, и спереди, и со всех сторон. То есть и попа на месте, и все в них хорошо. Правда, вот здесь собираются складочки, да? Но они как бы меня везде собираются. У меня просто ряшки слишком жирные, и талия слишком узкая. Вот видите, у меня вот здесь получается висит. Ну, так у меня висит абсолютно на всех штанах, которые я ношу. Ну, так оно смотрится хорошо. Вот, ну, за 300 рублей я вообще грех жаловаться, если там где-то что-то немножко висит. Вот, здесь по длине, собственно, что я хочу сказать. По длине все супер идеально. Длина даже чуть-чуть длинновата. Вот видите, я немножко подвернула. То есть это очень хорошо в нынешних реалиях, когда все штаны супер короткие. То есть по длине все хорошо, сидят хорошо. То есть нет вообще никаких вопросов и нет никаких нареканий. Еще есть толстые ткани. То есть эти джинсы стоили 3000 рублей, купила их за 300. Ну, это прям вообще очень хорошие джинсы. И они сидят просто пушкой бомбы. Я вообще ни разу не жалею, что я купила. Они прям вот хорошо сидят. И прям мне очень сильно нравятся. Я не разочарована в них. Далее я купила вот такую вот юбочку. Это такая юбка, которая, знаете, запахивается. Вот так, опа. И запахнулась. У меня практически нет таких вот легких юбок, что поделать. Там все дышало, короче. У меня обычно юбки такие, знаете, облегающие и так далее. Вот мне захотелось чего-то такого, знаете, легкого, воздушного, женственного. Смотрится она тоже просто потрясающе. Она такая пышная, летящая, воздушная. И прям такая, знаете, я прям девочка, девочка. Мне все ощущаю. Буду летом такая ходить. И у меня будет все проветриваться. Ну, короче, прикольно. Юбка мне нравится, да. Хорошее качество. Еще бы немножко похудеть, чтобы, короче, когда вот так вот делаешь, чтобы ножки, короче, не жирные такие торчали, а такие худенькие, красивые. Но, в принципе, ну, даже так она, в принципе, смотрится хорошо, да. И как бы и бедра подчеркивает, и все. Красивая юбка, мне нравится. И материальчик на ощупь приятный. Ну, в общем, ну, короче, мне нравится. Я буду это носить с большим удовольствием. Я в нее влезла. Это я рада, потому что я ничего в магазине не мерила. Антошка вот супер маленького размера. Кстати, здесь пуговка есть. Такая внутренняя. Она на меня не застегивается буквально на сантиметр. Я ее перешью. Она там ни на что не влияет. Ее можно перешить. Поэтому, как бы, это очень такая универсальная юбка. Ее можно хоть, да, не знаю, да, или размера изменить. Правда, ну, вот здесь разрез-то будет не так вот, а вот побольше, да. Ну, понимаете. Но вообще хорошо. Мне прям нравится. А, тут следующее видео начинается, ребята. А, тут сменился камин. Да, кстати, я же вам не сказала. Здесь практически все, что я брала, это либо XS, либо 2XS. То есть я рашу S, и я брала все намного меньше. И очень боялась, что я в это не влезу. Вот такая вот юбка. Зеленая тоже такая. Блин, от такого цвета интересного, знаете ли. Мне безумно ее захотелось купить. Просто безумно захотелось ее купить. Я подумала, что мне она нужна. Я не знаю, почему я так решила. Ну, блин, мне захотелось. Я надеюсь, что к лету она мне не разонравится. И мне также будет хотеться ее носить. Она стоила 700 рублей до применения 70% скидки. Сами посчитайте, сколько это будет. Для меня такие тяжелые подсчеты. Это прям вообще что-то немыслимое. Ну, так, ребята, вот юбка. Она в размере у нас 2XS. Она смотрит на меня хорошо. Единственное, что из-за того, что я все-таки далеко не худышка. Вот, смотрите. Из-за того, что я далеко не худышка, она у меня вот здесь вот немножко вот, видите, как бы жир подчеркивает. То есть у меня как бы здесь вот такая складочка из жира образуется из-за того, что меня здесь немножко передавливает. То есть у меня как бы не давит, мне не больно. Но суть в том, что типа здесь складка жира образуется. И ее видно. Вот. Что мне не нравится. У нее вот здесь, смотрите, такие вот есть пуговочки. Вот, прикольные. Ну, они классные, да. То есть они декоративные, но их можно расстегнуть. Я думаю. Да, действительно, их можно расстегнуть, они расстегиваются. Ну, хорошая юбочка, мне нравится. Я не знаю, у меня сейчас такое настроение, вот под эту юбочку подходит. Но будет ли мне это нравиться тогда, когда я буду ее носить следующим летом, вот я не знаю, если честно. Но надеюсь, что мне это будет нравиться, потому что сейчас она мне нравится просто безумно. Юбка такая прям, и смотрится хорошо. Когда я принесла ее домой, мне сказали, Вера, что за жизнь ты купила? Ну, мне нравится такое, ну, что поделать. Так, давайте сейчас я вам покажу бижутерию. Я купила вот такие сережечки. Я их купила к тому сарафану из H&M, который в клеточку, помните? Распаковку была. Мне он очень нравится, этот сарафан, и я вообще думала, что я в нем по дому буду ходить, но он у меня сел идеально. Я решила, что буду ходить в нем на улицу. Поэтому, чтобы он красиво, нормально смотрелся, я купила к нему еще также вот такие вот сережечки. Буду носить сережечки и сарафанчик, и будет все красиво сочетаться вместе. Почему бы и нет, тем более они сейчас такие трендовые. И также купила такие сережки с сердечками. Ну, такие нормальные сережки, сережки к сережке. Ничего особенного. То есть, ну, просто из-за того, что это дешево, я подумала, что у меня практически нет золотых сережек, пусть будут. В принципе, ну, они же смотрятся хорошо, их можно будет с чем-нибудь идти. Я редко ношу колечки, колечек у меня, кстати, вообще нет. У меня в детстве было прям очень много сережек колечек, а потом как-то перестала их носить. И вот я решила снова к ним попробовать вернуться. Ну, пока вот акция распродажа почему бы нет. 700 рублей тоже до применения скидки, и, соответственно, со скидкой сами посчитайте. Ну, и последняя вещь в нашей распаковке, это вот такое вот платье-футболка, тоже размер 2XS. Я тоже думала, что буду носить его дома, тоже померила, он сидит прекрасно, и буду носить его не дома, а на улицу. Вот так это смотрится. Все это приталивается, и смотрится хорошо. Представляете, какое оно огромное для 2XS. У меня нет ни одного платья-футболка, и вообще у меня нет практически цветных вещей, у меня уже все черные, я вам неоднократно это говорила. И вот, видите, я потихонечку, ну, хотя бы задешево набираю себе цветных вещей, может быть, я начну их когда-нибудь носить, и буду уходить все-таки как нормальные девочки, а не во всем черном. Итак, ребята, смотрите, как красиво смотрится это платье, оно сидит прямо идеально. Сзади, в принципе, тоже неплохо, да, платье-рубашка тут горбится, но, в принципе, это, ну, прикольно смотрится, да. И вот так вот оно смотрится спереди. Мне нравится, как оно сидит, оно сидит по фигуре, все хорошо подчеркивает. Оно размеры 2XS, но оно достаточно большое, я удивлена, что оно так смотрится. Но, в принципе, мне очень нравится, у меня никогда не было таких вещей, и мне действительно нравится, как это выглядит. Так что этой вещи я ставлю лайк. Ну, собственно, вот на этом у нас все. Эта распаковочка подошла к концу. Я надеюсь, она вам понравилась. Если она вам понравилась, ставьте большой пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях, что бы вы хотели видеть, и давайте дойдем до 1000 подписчиков. Мне бы очень хотелось 1000 подписчиков, я верю, вы сможете. На этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока, всех люблю. Субтитры сделал DimaTorzok